Она была потесена, она не могла простить на праслину, которая лилась вёдрами, как говорится. Я думаю, что это причина её смерти. В середине лета 99-го у Раисы Горбачёвой обнаружили страшное заболевание крови – лейкемию. Два месяца она угасает в клинике немецкого города Мюнстер. Муж неотлучно при ней. Новость о болезни бывшей первой леди вызывает волну сочувствия к Горбачёвым. Люди впервые оценили преданность Михаила Раисе. Говорит, я не хотела бы, чтобы я осталась после твоей смерти. Я не хотела бы. Я это не перенесу. Ты что, говорит, женишься и будешь себе жить? Говорит, ну что ты в голову тебе приходит? Это такие выводы после нашей жизни такой. Я не хочу быть старухой. Да ты не будешь старухой. Вот смотри, посмотри на тебя в зеркало. И люди видят. Ты же молодая, не поддаётся ей, годы не берут. Потому что в общем всё хорошо. Вот я даже думаю, неужели у неё предчувствие такое мощное было какое-то, что он ощущал, что что-то вот нагрянет. Горбачёв уже не ждал изменения отношения к себе. А оно ему досталось. Да какой горькой ценой. Сейчас бы я очень хотел, чтобы действительно оказалось так, что мы ещё сможем с ней встретиться. Горбачёв Чтобы распознавали и лечили недуг, который унёс его жену, Горбачёв собрал средства на создание клиники в Петербурге, на улице Рентгена. Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачёвой. Изменилось массовое отношение к Горбачёву. Его, вдовца, пожалели. Но не к перестройке. Её вроде не за что ценить. Или некому. Получается, что как политик вы в результате проиграли. Да. Да. А как политика перестройки выиграли. Потому что мы давай с тобой попробуем подвести итоги. Демократия пришла. Свобода слова пришла. Свобода совести пришла. Политический плюродизм пришёл. Плюродизм собственности пришёл. Свобода выезда за границу. А собственность и открытые границы покончили с советским товарным дефицитом. Пришла потребительская свобода. И выросла до потребительского бума. А как вам кажется, однопартийность рано или поздно ведёт к одноколбасности? Какой-то странный вопрос вы задали. Ну, скорее всего, да. Или вообще без колбасности. Если будут одни люди всё решать и всё контролировать, тогда, значит, у них будет спецмагазин опять. А у нас будет одноколбаса. А как вам кажется, однопартийность рано или поздно ведёт к одноколбасности? Интересный вопрос. Колбаса нужна будет всегда. А партийность? Не знаю. Политику с кулинарией смешали. Да? Не знаю, можно выражаться как угодно, как бы есть разные терминологии, но по сути, по своей. Наверное, всё-таки это опасно, страшновато. Если честно, я стараюсь не лезть в политику. У нас в стране, я думаю, это бессмысленно. Я рассчитывал на большее понимание, большее поддержку, большее интерес к свободе у наших людей. Нет, это не получилось пока. Это пока не получилось. Если судить по пройденному пути, то главный бенефицар, выгодополучатель перестройки Эстония дальше всех ушла. Она в ВТО, в НАТО, в Евросоюзе, в Шенгене и первой из всего бывшего соцлагеря вступила в зону евро. На здании эстонского Минфина плакат «Евро – наша валюта». Дальше всех от советской жизни ушла, значит, знала Эстония, куда ей идти. Есть национальный идеал, разделяемый большинством, а элита озаботилась созданием институтов. Бывший лидер Народного фронта Марью Лаурестин снова профессор в Тарту. Сегодня последний день, когда наряду с евро еще ходит эстонская крона. Завтрашнего дня только евро. Каждая семья в Эстонии получила по почте простенький еврокалькулятор. Он только переводит из одной валюты в другую, пока люди не привыкли. Вот если, скажем, тут у нас цена 25 крон, мы нажимаем тут крону и 25, да? 2 и 5. И вот мы видим, что это тогда 1 евро 60 центов. Пошли, Лень, согреваться, а? Пойдемте. Доходи. Михаилу Горбачеву предоставлена бывшая дача секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Его сюда первый раз селили 30 с лишним лет назад. Одно время с ним жила семья дочери, но теперь Горбачев здесь один. Сегодня младшая внучка Анастасия, с ней когда-то снимались в рекламе пиццы, приехала навестить. Кот, заведенный Настей на даче, в конец отбился от рук без хозяйки. Он был очень маленький, он помещался на ладошку, у него были голубые глазки, он был очень хорошенький. Теперь это выросло, эта машина убийца, и он меня не дает. Но он здесь дежурит по этой территории. Столько драк уже было. Кто-то предлагал ее отстрелить. Да, соседи наши хотели на него капкан ставить. Настя работает редактором сайта. Дед называет ее своим интернет-консультантом, хотя и сам вполне продвинутый пользователь. Первая новость. А вторая часть это для веселья. Тут можно пошарить, посмотреть много, кое-чего. Иногда такое, что неудобно. Один сидишь перед телевизором, и неудобно. В блогах я мало. Ну, там есть вот обычно по крупным темам, по которым участвуют, и начинается обмен, рекомендуют. Ну, это большие обмены бывают. Я набираю терпение, читаю. У Насти интересы другие. Ее сайт про моды сезона. Вот, смотрите, скандинавские рисунки на свитерах. Мне кажется, девушке должно понравиться. Накануне юбилея Горбачев издал новую книгу мемуаров и размышлений наедине с собой. Автор говорит про нее самое откровенное. А еще Горбачев записал с Андреем Макаревичем диск в подарок друзьям песни для Раисы из тех, которые он когда-то напевал жене. В запыленной связке старых писем Мне случайно встретилось одно Где строка похожая на бисер Расплыла селиловое пятно Что же мы с тобой не поделили? Разорвав любви живую нить И словам по слоям серой пыли Счастье наше отдали хранить Храня А так много дорогого Чуть пожелтевшие листы Как будто ты вернулась снова Как будто вновь со мною ты Все давно прочитаны страницы Но и сам не знаю почему Сердце будто раненая птица Тянется к измятому письму И как будто позабыл разлады Ты мне улыбаешься опять Почему Нет Никогда не надо Письма наши старые читали Счастье Счастье Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»